Ребята, всем привет! Меня зовут Саша. Спасибо большое, что включили это видео. Я сейчас собираюсь в одно очень необычное место, и это видео будет у меня в формате блога. Итак, куда же я намылилась, спросите вы. Я недавно посмотрела интервью Артемия Лебедева, сейчас вставлю отрывочек из этого интервью. Я суперленивый человек. Я себя заставил. Раз в месяц, куда хочешь, но должен куда-то поехать. Хочешь в страну, хочешь в город, хочешь еще куда-то. В Подмосковье какой-нибудь выбирай, там гусь хрустальный, езжай и смотри. Этого, кстати, не было еще. И здесь он рассказал о том, что у него есть традиция раз в месяц ездить куда-нибудь в новое место, в котором он до этого никогда не был. И не обязательно должна быть за границей и другая страна, это может быть просто соседний город, который находится в нескольких километрах от себя. Мне очень сильно понравилась эта традиция, я хочу позаимствовать ее себе, и теперь каждый месяц я тоже буду ездить по новым местам. Например, сейчас я начинаю эту традицию. Поехали! А перед началом этого видео, пожалуйста, я вас умоляю, поставьте мне палец вверх, это очень сильно поможет продвижению моего канала. Я сейчас планирую снимать много видео шортсов и не только шортсов, и мне очень нужна ваша поддержка. И буду еще безумно рада, если вы будете оставлять какие-нибудь комментарии, вообще что угодно, хоть один смайлик, не знаю, просто точку напишите. Но это капец как и помогает алгоритмам Ютуба продвигать мое видео, потому что они думают, что мое видео понравится другим людям, раз уж там такая активная деятельность. И, ребята, вот реально, я буду вам очень сильно благодарна за любое взаимодействие с моим видео. Итак, куда же я еду? Мы с подругой посмотрели, какие города вообще находятся вокруг нас, тыкнули пальцем на карту, грубо говоря. И попали на такое место, которое называется Звенигород. От моего дома до него ехать два часа на электричке. Билет стоит 270 рублей в один конец. Почему бы нам там не побывать? Ведь мы там ни разу не были. И мы решили, что это очень классно поехать куда-то, куда билет стоит так дешево. И не обязательно лететь в Италию, Францию или еще куда-нибудь. Можно же просто изучить города, которые находятся рядом с тобой. Поэтому я беру вас со мной и покажу вам вообще, стоит ли приехать в этот город, что мы там увидим. И, короче, давайте начинать. Итак, девчонки и мальчишки, мы купили билет до Звенигорода, стоит 270 рублей. Ехать нам два часа на электричке. Слушай, ну мне кажется, что нам должно быть весело. Вот видишь, тебе уже весело. Пока мы ехали в электричке, мы сильно проголодались и решили зайти в ресторанчик, называется Луковка. Почему-то он напоминает мне мультик Император Куска. Короче, мы заказали пиццу, сидим ждем. Так, дорогие подписчики, смотрите, нам дали бесплатную карту Звенигорода. Я когда сюда ехала, я не ожидала, что здесь так много всего, на что можно посмотреть. Смотрите, здесь на карте отмечены все-все точки. Вот мы сейчас сидим в ресторане Луковка, рядом с вкусвиллом. А еще смотрите, какой угар. Здесь есть маленький пруд и в нем три небольших острова. Остров любви, надежды и огурца. Почему они вместо Веры написали огурец? Это смешно. Мы еще хотим здесь арендовать где-нибудь велики и съездить вот в этот Савиновский монастырь. Потому что это вроде как самая большая достопримечательность города. Но сейчас мы находимся на этой улице. Здесь очень удобно, на ней прям дофига мест, куда можно сходить. Сейчас отправимся после еды. Мы взяли пиццу с курицей, грибами и креветками. Вот здесь оставлю меню и цены. Пока мы сидели в ресторане Луковка, мы заметили в окно, что здесь есть какое-то интересное кафе, которое называется «Здесь был Чехов». И, как оказалось, в этом городе долгое время жил этот писатель, и он здесь работал врачом в местной больнице. И поэтому здесь много мест, посвященных ему. Вот, например, это кафе. Тебя уже дали кофе? Нет, еще не надо. Тогда как же мы пойдем? Ну, подожди. Ага. Тут, конечно, продаются и супы, и салаты, но это больше как кофейня. Здесь всякие пирожные интересные. О, смотрите, чаи с прикольными названиями. Мечты любовника. Богатырский. Не болей. Бодрое утро. Ой, как прикольно здесь его записки. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-то другой. Глубоко. Тут даже настольные игры есть. Блин, кафе реально прикольное. Очень классное, атмосферное. Мы сейчас посмотрели карту, и здесь, кстати, много мест, куда можно сходить. Например, смотрите, это какой-то двор. И здесь много всего очень прикольного в атмосфере этого города. Какой трактир интересный. Называется трактир Йорш. И вообще избушки здесь такие прикольные стоят. Что это такое? Пошли, покажите сувениры. Пойдем. Податки и посылки. Прикольно как. Ой. Здрасте. Халатики. Жень, ты себе сувенир хочешь какой-нибудь? Слушай, смотри, какое дерево в кружках. Мы попали в избушку с хендмейд косметикой. Здесь все духи сделаны из натуральных материалов, без какой-либо химии. И здесь не только духи, но еще вот мыло, смотрите, с корицей. Со вкусом глинтвейна. Прикольно. Кстати, все духи стоят 2500 рублей. Довольно недорого для духов. Здесь всякие крема какие-то. Здесь в купчем дворе можно арендовать велосипед. Вот такие здесь цены на велосипеды, довольно забавные. Даже в Москве дешевле. Что? Сто брендов одежды? Да. Не, я думаю, это... Здрасте. Это не то, что ты подумала. Это как красиво они нарисованы. А давай селфи? Давай. Здесь стоят вот такие лошади. Не знаю, что они обозначают, но очень красиво они разрисованы. И еще какие-то красные домики, в которых ничего не продается. Представляете, мы хотели прийти в музей назад, а он закрыт. Ну, туристический уход сделает. Сейчас, подожди. Покажи подписчикам, что все закрыто. Мы не попали в этот музей, потому что он был на ремонте. Но если вы сюда поедете, то сходите, потому что мне показалось, там интересно. Вроде бы вход стоит 300-400 рублей. Мы с Женей сняли велосипеды и едем кататься к какому-то Савиновсовскому монастырю. Смотрите, какие у нас велосипеды крутые. Называются Тиффани. Там партия кататься на велике. Можно тоже прокатиться. О, круто. Слушай. Снимаю. Жень, ты где? Куда едешь? В монастырь. Да. Мы в Звенигороде. Вы слышите этот звук, да? Вот почему город называется Звенигород. Мы сейчас стоим на смотровой площадке. Здесь такая тишина. Есть такая легенда, что раньше, в старые времена, войны, охранявшие город, при надвижении каких-то противников и врагов, начинали звенеть во все колокола, чтобы было слышно во всем городе. И поэтому его так и прозвали Звенигород. Ого, нифига здесь движение, Жень. Смотри, здесь штука для велосипедов. Мы бы сюда не поднялись. Мы бы реально сюда не поднялись. Мы оставили наши велосипеды внизу, потому что нужно было подниматься по горе и привязали их к какому-то фонарному столбу, и будем надеяться, что их не украдут. В божественном месте это будет считаться с рыбом? Ну да. Реально? Да. Да, реально классно. Панорамный. Ага. Мы не заплатили за экскурсию и подслушиваем, что говорит экскурсовод. Мы здесь увидели надпись, что, оказывается, здесь есть колодец с чудотворной водой. Мы не можем пройти мимо такого чуда, поэтому мы должны спить воды из колодца. Ты готова, Саша? Да. Как будто мы в Шреке. Почему-то эта лестница похожа на мост, который трещется. Так, сейчас с нами произойдет чудо. Ой. Жень. Ты что, не подходишь? Нет. Чудотворной воды попили, желание загадали. И сейчас мы присели отдохнуть, потому что нас ждал долгий путь наверх. Давайте бы я устала. Кстати, забыл сказать, что мы сняли велики на 4 часа. Получилось 800 рублей. Наши велики называются Тиффани. Ой, ребят, смотрите, мы тут ехали, ехали и наткнулись на какой-то музей русского десерта. После чудотворной воды нам сильно захотелось в туалет, и добрые владельцы этого музея разрешили нам туда сходить. Но в сам музей мы не ходили. Но мы спросили, сколько стоит билетик, они сказали 300 рублей. Вот. Так что, если вы будете там, то можно сюда сходить, как еще одна достопримечательность Звенигорода. Что-то как-то уже наступил вечер, был 7 час, и мы очень сильно проголодались. Вернулись опять в купчий двор, сдали велосипеды и пришли в трактир Йорш, который я уже вам показывала. Мы сначала сели на улице, на свежем воздухе, но потом мы что-то так задубели и решили подняться наверх. У них тут два или три этажа, но везде очень красиво, не только на улице. Очень атмосферное местечко. Прям какое-то историческое. Это я вам снимаю меню с ценами. Мы решили заказать самовар, стоит 500 рублей. И еще сковородка со свининой. Нам принесли еду и самовар. Посмотрите, как он красивешный. Вперед! Наша свинина в грибном соусе была очень вкусной. Мы взяли одну тарелку на двоих и наелись. Помимо мяса здесь еще жареный перчик и картошка. Офигеть! Очень красиво! Блин, как будто они ненастоящие. Мы очень красивые, слушай. Вот вам извини, город. Вот вам извини, город. Не смогу вам сказать точный адрес этого места, но мы шли по направлению к электричке. И увидели вот этот парк. И здесь такие классные качели. Блин, какой крутой парк. Реально отмяшный. А это мы катаемся на качелях и даже не подозреваем о том, что наша электричка отходит через 30 минут и следующая только завтра утром. Мы пошли пешком в сторону вокзала и решили все-таки посмотреть во сколько же наш поезд. Тут мы осознали, что осталось всего лишь 10 минуточек и вызвали такси. Здесь не надо ставить. Только закат красивый. Так, ребята, я уже вернулась домой. Очень устала. Мы сегодня много рулили на велосипеде в горку. И сейчас уже 12 часов ночи. Мы сели в электричку, которая была где-то 10 с чем-то. Ехали 2 часа. И вот я дома. Что я могу сказать о Звениграде? Слушайте, я вообще не ожидала, что этот город такой прикольный. Вот, например, мой город вообще не такой классный, как Звениград, если честно. Ну, реально, там много мест, которые можно посмотреть. Такой он исторический немножко. Всякие кафе в этом городе тематические. Мне реально понравилось. Я бы туда еще раз съездила. Ну, вы сами видели, я вам все показывала. Мне кажется, что, ну, не во всех городах так много прикольных мест, как в Звениграде. Так что я советую вам всем тоже туда съездить. Особенно, если вы живете в Подмосковье, и вам также недолго ехать туда, как и мне. Еще хочу сказать огромное спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Пожалуйста, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на мои социальные сети. У меня есть Инстаграм, Телеграм, ТикТок, прости, господи. И Ютуб. Скоро я буду показывать сюда видео чаще. Вообще, мне хочется устроить себе челлендж. Одно видео в день. Но я пока не знаю, как мне это организовать. Вы знаете что? Я видео снимаю очень быстро. Я долго его монтирую. Вот не знаю, может мне придут какой-то формат видео, которое можно не монтировать. Просто поставила камеру, что-то там наболтала и выложила. Без всяких вот этих заставок, там, приписочек. Что думаете по этому поводу? Забыла сказать вам, сколько я потратила. Так, давайте считать. 270 рублей на электричку. Туда и столько же обратно, то есть 500 с чем-то. Потом 150 рублей на двоих на такси. То есть моя подруга Женя заплатила 70 с чем-то рублей. И я. Потом пиццу мы купили на 700 рублей на двоих. То есть с каждого по 350. Я же правильно считаю, да? Так, и велосипеды 800 рублей аренда. Кстати, забыла сказать, там залог берут 1000 рублей, но нам её отдали. Вот. Самовар 500 рублей. И сковородка со свининой и овощами тоже стоила 550 рублей. Короче, я вот здесь вот напишу всё. Сколько в итоге получилось? И получилось в итоге всего лишь 2400 рублей. И при большом желании можно было бы потратить меньше. Можно было бы не ехать на такси, а там было всего 20 минут пройтись пешком. Можно было бы не арендовать велики, а погуляться до монастыря тоже пешком. Там до него всего час идти. Ну, не всего, конечно, но не так уж и много. Не 10 часов, знаете ли. Вот. И было бы ещё дешевле, обошлась бы эта поездка. Так что, ребята, никогда не говорите мне, что у вас нет денег, чтобы путешествовать. Вы мне врёте. Даже на 500 рублей можно куда-то поехать. Это сюжет для видео. Еду куда-то на 500 рублей. Всё. Ждите от меня такое видео. Поеду куда-нибудь, и у меня цель будет 500 рублей. Потратить за сутки. Чтобы в эти деньги входила еда, питание и развлечение. Вы поняли. Ну вот вы теперь понимаете, почему нужно алгоритмы Ютуба заставить показывать моё видео всем людям. Ну, потому что у меня очень интересные видео. И я такая скромная. Короче, ребята, спасибо огромное, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем пока-пока.